К лету 42-го года план японцев окружить свою родину защитным кольцом из оккупированных территорий все еще не был выполнен. Из-за крупных потерь попытки завоевать Папуа-Новую Гвинею и острова в центральной части Тихого океана были сорваны. Японские стратеги придумали новый план. Раз им не удалось добиться своего на воде, они пойдут по суше. 21 июля японское военное подразделение размером с дивизию, специально обученное для передвижения по джунглям, высадилось на северном берегу Папуа-Новой Гвинеи. Они немедленно направились на запад с целью захватить столицу Порт-Морсби. В начале японцы продвигались быстро. Их армия многократно превышала австралийские силы обороны. За несколько недель они захватили главный проход через горную цепь Оуэн Стэнли. Затем решили дождаться подкрепления для нападения на Порт-Морсби. Австралийцы также формировали новые отряды. Когда японцы снова выступили, они встретили более жесткое сопротивление. Впервые японцам противостояли силы, равные по подготовке, опыту и с таким же боевым духом. Австралийцы не сдавали позиций, и японцы были вынуждены прервать атаку. Однако условия в джунглях были ужасными. Постоянно лил тропический дождь. Свирепствовала малярия. Австралийцы снова были вынуждены отступить. После двух месяцев кровопролитных боев японцы оказались в 48 километрах от Порт-Морсби. Тогда, наконец, прибыло подкрепление. Американские войска. За сентябрь и октябрь японцев вынудили отступить. Японцы героически пытались отстоять позиции, что оказалось гибельно. Многие предпочли погибнуть, нежели сдаться. Союзникам потребовалось еще два месяца, чтобы окончательно одолеть японцев. Войска потерпели поражение на воде, теперь стремительно сдавали позиции на суше. Американская военная мощь утверждалась. Оставалась лишь одна надежда. Воздушные силы. Летом 1942 года японские инженеры приступили к строительству многочисленных грунтовых аэродромов по всему Тихоокеанскому региону. Один из них находился на острове Гуадалканал на юге Соломоновых островов. Его расположение могло позволить наносить удары по американским конвоям, направляющимся в Австралию. Остров станет центром героического сражения. В июле 1942 года морское десантное соединение США высадилось на территории острова. Сопротивление не последовало. План включал захват недостроенного аэродрома, его завершение и создание на том же месте военной базы США. Но японцы не собирались отступать. В ту ночь были посланы военно-морские силы. Цель – доставить подкрепления и атаковать американские корабли, которые обеспечивали поддержку морской пехоты. В результате ночного сражения японским крейсерам удалось потопить четыре боевых корабля союзников. Остальные были вынуждены отойти. Морские пехотинцы остались практически без продовольствия и боеприпасов. Они вырыли вокруг аэродрома укрепления. Несмотря на беспрерывные бомбардировки, американцы закончили строительство аэродрома с помощью оставленной японцами техники. Спустя две недели прибыла группа американских истребителей «Вайлд Кэт» и пикирующих бомбардировщиков «Донтлесс». Они появились как раз вовремя. На следующий день вновь прибывшие японские войска провели несколько атак на аэродром. Солдаты шли на верную смерть. В последующие месяцы в бой вступал отряд за отрядом, состоящий из подобных фанатиков. К зиме 1942 года стороны прекратили боевые действия и теперь укрепляли оборону. В декабре истощенных американских морских пехотинцев сменили свежие силы. Эти солдаты с новыми силами продолжили теснить отдельные очаги японского сопротивления. В начале февраля 1943 года американцы наконец взяли Гуадал-канал. Теперь они одолели японцев на воде и на суше. Им даже удалось перекрыть воздушные пути. Восточный Блицкриг не удался. Японская империя теперь обрела серьезного врага, мощь которого не переставала расти. Эти события стали переломным моментом в ходе войны.